Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах дня. Новый руководитель, новые задачи. Губернатор Николай Меркушкин сегодня представил начальника железной дороги. Вопросом безопасности особое внимание. С 27 декабря в Самаре пройдут утренники, концерты и новогодние елки. Реалити-шоу по-самарски в селе Старая Бинарадка началось строительство дома для Деда Мороза. Железная дорога будет иметь ключевое значение для жителей области и не только. Впереди чемпионат мира по футболу. Об этом глава региона Николай Меркушкин говорил на встрече с новым начальником Куйбышевской железной дороги. Прежний руководитель Сергей Соложенкин переходит на новую должность в Москву. Олеся Корецкая расскажет о том, кто теперь возглавит самарское направление РЖД и какие задачи стоят перед новым начальником. Новым начальником Куйбышевской железной дороги стал Рашид Сайбаталов. Его представили губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. Рашид Сайбаталов родом из Пермского края, больше 30 лет проработал на Свердловской железной дороге. Участники встречи назвали нового руководителя достойным кандидатом на ответственную должность. На встрече присутствовали министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, прежний начальник Куйбышевской железной дороги Сергей Соложенкин, а также первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощек. Знаю всю сеть, знаю, что будут грузопотоки, как лучше направлять, как выправить недостатки, которые сегодня с грузооборотом на дороге есть. Кроме улучшения грузопотока перед Куйбышевской железной дорогой стоит не менее важная задача – наладить высокоскоростное сообщение между Самарой, Тольятти и аэропортом Курумыч. Впереди чемпионат мира по футболу, нагрузка на транспорт существенно вырастет. Уже сейчас население двух городов Самарского региона приближается к числу, равному половине Подмосковья. Также губернатор поздравил нового начальника Куйбышевской железной дороги с прошедшим днем рождения, пожелал успехов и вручил подарок. Мы, как они, чисто на месте стоять не будем. Будем идти вперед. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. Модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Самара обсудили губернатор Николай Меркушкин и генеральный директор российских коммунальных систем Павел Курзаев. В разговоре принял участие глава Самара Олег Фурсов, гендиректор Ренова Актив Игорь Дипсов и управляющий директор СКС Владимир Бирюков. Особое внимание уделили вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу. Встреча стала продолжением совещания с участием главы региона и председателя совета директоров группы компании «Ренова» Виктора Виксельберга. Неделю назад была представлена обновленная программа «Реновы» по развитию коммунального хозяйства и теплоэнергетики региона. Бизнес-группа инвестирует в экономику области несколько миллиардов рублей. «Те мероприятия, которые городу важны с точки зрения чемпионата мира по футболу, в принципе, в состоянии выполнены в следующем году. В эту программу это все укладывается. У стадиона, знаете, мы сейчас потручу. Не по основной, а по временем схеме. И в момент мы окончательно все доведем. Там есть вещи, которые необходимо довести. В рамках нашего предложения, в принципе, это все будет сделано». Сегодня в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов госбезопасности. Самарские офицеры получили государственные награды, почетные грамоты и благодарности, а также очередные звания. Особыми людьми, на которых держится государство, назвал сотрудников Самарского ФСБ Николай Меркушкин. Он подчеркнул, что обстановка в мире далека от спокойной. Главная угроза современному миру – терроризм и экстремизм. Губернатор отметил постоянную работу ФСБ в этих направлениях. Привел в пример две спецоперации 2016 года, в ходе которых были задержаны приверженцы радикальных движений. Такая работа особенно важна в преддверии Мундиаля, где вопросам безопасности будет уделено много внимания. «Будущий год будет для нас, 2017 год, главным в подготовке к чемпионату мира. От этого тоже, кстати, очень многое будет зависеть, как мы будем готовы. Инспекция ФИФА будет в конце будущего года полностью проверять все абсолютно». До Нового года остаются 12 дней. На главной площади города 31 декабря ожидается более 10 тысяч человек. Вопросом безопасности при проведении массовых праздников особое внимание. Готовность экстренных служб обсудили на заседании антитеррористической комиссии. Лариса Шалафаст продолжит. В череде праздничных событий не забудут о безопасности. На заседании антитеррористической комиссии главный вопрос повестки – подготовка праздничных площадок во всех районах города. Всего в этот раз их будет 16. Самое масштабное торжество развернется на площади Куйбышева. Праздник начнется в 10 вечера и продлится до 3 утра. Следить за порядком в новогоднюю ночь будут почти 250 полицейских. «Кроме площади Куйбышева и 16 мест, где традиционно проходят мероприятия, у нас с вами такие мероприятия проводят торговые центры. Значит, это и амбар, и космопорт. Наверное, около Гудка будет какое-то мероприятие. Там тоже большие елки, там большие горки. Тоже, так сказать, в гостях у Деда Мороза что-то они делают. Наверное, мы будем рекомендовать и нашему департаменту, и полиции посмотреть, и МЧС также посмотреть, проверить, значит, там подсказать, если что-то не так делается. Мы должны постараться сделать так, чтобы люди хорошо отдохнули, чувствовали себя в безопасности, хорошие качественные представления были, город был украшен». Особое внимание безопасности детей. Праздничные концерты и утренники посетят 150 тысяч человек. Уже проверены все актовые залы школ и детских садов. «Повели тренировки по отработке практических действий, то есть тренировка эвакуации и работников, и детей на случай чрезвычайной ситуации. Назначили ответственных дополнительно за обеспечение комплексной безопасности. Естественно, усилили имеющиеся посты охраны». В новогодние праздники каждый год резко возрастает количество пожаров. В зоне риска подвалы и чердаки зданий. Главные источники пожароопасности – самодельные обогреватели и неисправные гирлянды. Сотрудники МЧС проводят проверки зданий, где запланированы концерты и утренники. С 20 декабря пожарные будут работать в усиленном режиме. Выставят посты безопасности с резервной пожарной техникой. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. К самому волшебному празднику почти все готово. Но главное – настроение. И каким оно должно быть, рассказали юные самарцы. Для них прошла общегородская елка. И, как узнала Марина Кравцова, творчество самарским детям не занимать. А мечтам, даже самым амбициозным, все же суждено сбыться. Прекрасное время, когда Дед Мороз – самый настоящий, а мечты обязательно сбываются. Череду новогодних торжеств открыла главная елка для самарских школьников и воспитанников детских садов. Самые творческие рассказали о том, каким они видят волшебный праздник в рисунках и поделках. Ручная белка из корлупки золотые, ядра чистый изумруд – сказочный персонаж работы шестилетней Кати. Творческую мысль у детей развивают с детского сада. На утреннике будут снимать фильм про Новый год. Катя – помощник режиссера. Ну, мы там как будто снимаем фильм. Я буду хлопать хлопушкой, говорить, какие кадры. Там Дед Мороз будет приходить, мы будем заказывать загадки ему. А пока на общегородском празднике награждают победители конкурса лучших новогодних рисунков. Впрочем, сюрпризы подготовили для каждого ребенка. Но главные подарки впереди. В регионе и в городе делают все, чтобы юное поколение блистало и в творчестве, и в науке. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение о создании детских технопарков в каждом субъекте России. И такой технопарк будет создан и у нас. И те из вас, кто проявляет уже сейчас определенные успехи в своем развитии, и все другие ребята смогут в этом технопарке и дальше развиваться и достигать новых вершин. И подводя итоги уходящего года, каждый из нас вспоминает, что же он сделал в этом году и чему научился. Мне очень хочется, чтобы у каждого из вас, у самого маленького и самого взрослого, сбылись все его мечты и все желания. Зимние каникулы для самарских школьников обещают стать тоже волшебными. Площадь Куйбышева в этом году преобразится. Кроме ледовых катков, рядом с нарядной елкой расположится целый городок из-за льда. Архитекторы ваяют главные достопримечательности города в миниатюре. Изюминкой станет трехметровая модель стадиона «Самара-арена». Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Реалити-шоу по-самарски. В селе Старая Бинарадка началось строительство дома для Деда Мороза. Для сруба специально заготовили 80 качественных бревен. И в скором времени дедушка будет принимать работы. А пока на стройплощадке побывала Марианна Мирная. Сейчас в это сложно поверить, но я нахожусь в самом центре будущей избушки Дедушки Мороза. С каждым днем у этого дома будут появляться стены все выше и выше, появится крыша. И дом переедет на площадь Куйбышева. Главное, чтобы меня внутри не оставили. Семь с половиной на семь с половиной. Мастеровитыми руками плотников прямо на глазах возводится дом из бруса. 50 квадратов для особенного жителя. В этом доме будет жить Дед Мороз, который должен на днях подъехать. Где-то уже едет, скоро должен подъехать. Он будет жить в этом доме. Рубить мы начали сегодня. Брёна готовить вчера начали. Эту конструкцию, чтобы собрать, по-честному, надо две недели. Ну, как сроки сжатые тут. Постараемся, чтобы к приезду Деда Мороза был готов. Старые бинарадки просьбу построить дом для самарского Деда Мороза приняли с честью. Сразу приступили к работе. Говорят, строение получится добротное и экологичное. Но что будет внутри, пока остаётся секретом. В доме Деда Мороза и как он будет выглядеть, знает только сам Дед Мороз. Потому что он со своими помощниками это всё и оформляет. И рассказывать он будет там свою собственную историю. Но о бессказочной ёлке Деда Мороза, с которой он приедет, естественно, в доме не обойтись. Но всё остальное, конечно, мы увидим, как только Дед Мороз откроет двери своей избы. В конце декабря избушку установят на главной городской площади. Оградят забором и даже лесом, чтобы все желающие могли пройти по волшебному лабиринту, сходить в гости к Дедушке Морозу и загадать заветное желание. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Будет тепло. Чтобы обеспечить горячей водой и бесперебойным отоплением дома в посёлке Управленческий, на улице Зелёной, в следующем году начнётся строительство котельной в Красноглинском районе. Раньше эти здания отапливались благодаря коммуникациям, которые принадлежат колонии номер 6. В Куйбышевском районе тоже начнётся строительство котельной. Обновлённую схему теплоснабжения города одобрили на слушаниях единогласно. Схема была утверждена ещё два года назад, но каждый год документ требует доработки в связи с меняющимися условиями. Только за прошлый год в Самаре введено в эксплуатацию почти 900 тысяч квадратных метров жилья. Разработчики актуализировали схему с учётом застройки и роста населения до 2031 года. После слушаний проект будет отправлен на утверждение главе города, а затем в Федеральное министерство энергетики. Все мероприятия, которые предусматривает схема, они в этом году вот такими мелкими шажками идут для обеспечения надёжного теплоснабжения города. Детский сад, в котором единовременно могут заниматься 300 малышей, сегодня открылся в Южном городе. На его строительство и оснащение потратили более 200 миллионов рублей. Своих первых воспитанников в саде готов встретить уже завтра. Набраны первые три группы. Алина Чемерис побывала на новоселье. Подвижные игры, уроки танцев. Сегодня малыши только знакомятся друг с другом и с воспитателями. Ирина Сергеева радуется. Теперь садик в сотни метрах от дома. А раньше приходилось далеко ездить. Очень рада, конечно, что мы сюда попали. Садик новый, отличный интерьер, красивый, яркий. Ребёнку понравился, я вижу. Так что, думаю, с спокойной душой его сюда приведу и оставлю на целый день уже. Лукоморье – уже второй детский сад в Южном городе. Его открытия здесь ждали сотни семей. Спортивный и музыкальный залы, помещение для игр и даже бассейн. Комнаты в группах оснащены интерактивными досками. Условия созданы и для маломобильных граждан. Светло и просторно. Каждая группа рассчитана на 25 человек. Эта спальня готова хоть завтра встретить своих первых постояльцев. Тёплое одеяло, новое яркое постельное бельё. Спать на таких кроватях малышам точно будет комфортно. Кабинет психолога, кабинет логопеда. Есть комната технического творчества, где мы будем с ребятишками изучать робототехнику и, конечно же, математику. Это основа основ. Для нас это приоритетное направление развития элементарных математических представлений у дошкольника. В этом году в регионе открылось 9 новых детских садов. Сейчас строят ещё 5. Только в Южном городе сегодня проживает около 700 дошкольников. Здесь много молодёжи, здесь много малышей. Очень много малышей в возрасте от 0 до 3 лет. Поэтому этот детский сад далеко не последний. Уже заложена основа ещё для одного уже третьего детского сада. Я думаю, что в год по садику мы здесь будем делать. В следующем году здесь планируют начать строительство ещё одного, уже четвёртого детского сада, который сможет вместить около 600 малышей и станет одним из крупнейших в стране. Также в 2017-м в Южном городе откроется школа. Алина Чемерис, Константин Головин. События. Ещё 170 миллионов рублей депутаты городской думы утвердили цифры дополнительных поступлений из вышестоящих бюджетов. Сегодня на заседании главным вопросом было исполнение городского бюджета. Депутаты также приняли в свои ряды новых представителей и согласовали вопросы повышения пенсионного возраста для муниципальных чиновников. Из городского парламента. Репортаж Олега Зверева. Пять новых депутатов в состав Самарской городской думы пополнился из числа районных представителей. Они заняли места тех парламентариев, которые были избраны в областное ЗАГС собрание. Изменения, принятые на федеральном уровне, дошли до муниципальных служащих. Для чиновников закон предписывает повышение пенсионного возраста. С 1 января 2017 года он будет увеличен на 6 месяцев. Соответственно, 55 лет и 6 месяцев для женщин и 60 лет и 6 месяцев для мужчин. Гарантии муниципальным служащим закреплены в городском уставе. А значит, чтобы повысить им пенсионный возраст, необходимо провести общественное слушание. Сегодня же городская дума утвердила отчет об исполнении бюджета Самары за прошедшие 9 месяцев этого года. По данным департамента финансов, в казну поступило более 15,5 миллиардов рублей. Это больше половины от всех запланированных доходов. Полную сумму рассчитывают получить до конца года. Бюджет сохранил социальную направленность, при том, что удалось профинансировать масштабные проекты. У нас очень большая сумма ушла на ремонт дорог. В этом году впервые мы приступили к ремонту внутриквартальных дорог. Это тоже бюджетные деньги. И это очень хорошо. Очень хотелось бы, чтобы Самара имела еще больше денег. Чтобы мы успели сделать огромные преобразования. Те, которые вчера были озвучены в послании губернатора Самарской области. Сегодня же депутаты утвердили изменения в перечне ветких домов под снос. Из списка исключили 298 объектов, которых по факту уже нет. Всего же в Самаре 4,5 тысячи таких домов. Из них 355 планируется расселить по инвестиционным соглашениям. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Начинающих самарских фермеров поддержат материально. Какую сумму в следующем году выделят на гранты областное правительство, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня немного прибавила в цене и преодолела отметку в 55 долларов за баррель. Валюта чуть подорожала. На 21 декабря Центробанк установил курс доллара на отметке 61 рубль 79 копеек. Евро 64 рубля 20 копеек. Золото стоит 2260 рублей. Серебро 31 рубль 89 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 63 рубля 56 копеек. Дороже всего продать за 60 рублей 44 копейки. Размер выплаты материнского капитала заморожен до 2020 года. На протяжении четырех лет сумма составит 453 тысячи рублей. На гранты для начинающих фермеров в Самарской области в следующем году направят почти 110 миллионов рублей. Поддержка существенная. Хорошо бы посоветовали фермерам открывать побольше теплиц. А то с начала зимы огурцы на прилавках самарских магазинов прибавили в цене аж 25%. Кстати, помидоры тоже подорожали на 5%. Так что временно переходим на маринованные, а не подешевле. На этом все. Удачи в делах. Подарили детям праздник в доме ребенка-малыш. Сегодня устроили новогодний утренник. В гости заглянул глава советского района Владимир Сафронов, депутаты и сотрудники полиции. Сюда с подарками они приходят уже не первый раз. За три десятка лет работы этого дома ребенка более полутора тысяч детей обрели семью. Валерия Макарова продолжит. Белые платья и строгие костюмы. На нарядных малышей не могут наглядеться их воспитатели. Зрители улыбаются, а некоторые не могут сдержать чувств. В доме ребенка-малютка сегодня новогодний утренник. В гости пришел глава советского района Владимир Сафронов. Депутаты городской думы и райсовета, сотрудники полиции и прокуратуры. Не имеет значения глава ты администрации, или ты депутат, или ты сотрудник прокуратуры. Это просто по-человечески приехать поздравить наших детишек, которые в таких вот домах воспитываются. Мы эту встречу проводим традиционно, приезжаем сюда. И уж тем более в поддверии нового года, это новогодние сказки. В подарок малышам гости принесли целую гору подарков. Игрушечные самосвалы и тракторы, набор детской посуды и украшения для девочек, мягкие игрушки и коляски для кукол. И, конечно, символ грядущего года на удачу. Радостные улыбки этих детей способны растопить, наверное, сердце любого взрослого. В силу своей профессии, наша непосредственная работа состоит как раз в общении с непополученными семьями, с детьми, которые находятся в цельно опасном положении. И, соответственно, мы немножко видим это с другой стороны, более негативно, а здесь, конечно, очень отрадно и приятно видеть в праздничной атмосфере. На прощание подарили большой торт и пообещали вернуться сюда еще не раз. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Таинственный город Самара в третьей музыкальной школе прошел предновогодний концерт, приуроченный к Российскому году кино. Творческий вечер также посвятили сразу двум памятным датам – 430-летию со дня основания города и 165-летию губернии. Просмотр документальной ленты и выступления музыкантов на праздники побывала и Алина Чемерес. Этот фильм «Таинственный город Самара» вышел на экраны в начале 90-х. Один из его создателей, кинодокументалист Борис Кожин, называет ленту одной из лучших, выпущенных Куйбышевской студией кинохроники. Именно в Струковском саду впервые в России прозвучал вальс на сопках Маньчжурии. Автор музыки Илья Шатров. Это мало кто знал, пока мы это не рассказали в своем фильме. За документальной программой следует развлекательная. Ева Арсенадзе уже попрощалась с музыкальной школой, но не со сценой. Я люблю музыку, люблю петь, заниматься. Музыка для меня – это жизнь. Я без нее не могу. Мне очень нравится заниматься, и я думаю продолжить заниматься музыкой в жизни. Результат нашей работы – это выступление на сцене. И нет ничего более магического, чем сцена. И, конечно, это большой такой творческий стимул и для коллектива учащихся, и преподавателей. Третья музыкальная школа впервые открыла двери для учеников 68 лет назад. В 2004 году ей присвоено имя великого композитора Михаила Глинки. Сегодня здесь игре на музыкальных инструментах обучаются более 300 человек. В качестве почетных гостей на концерт были приглашены глава регионального управления ФСБ России Владимир Татауров и главный федеральный инспектор Сергей Чабан. Школа с большими творческими традициями. Школа на протяжении многих лет готовит музыкантов хорошего уровня. Многие из выпускников в последующем становятся профессиональными артистами, профессиональными людьми, которые музыку, творчество, искусство взяли как основное в своей жизни. На творческом вечере звучала музыка из известных кинофильмов, произведений знаменитых композиторов. Завершился концерт выступлениями педагогов. Алина Чемерес, Константин Головин, Григорий Крешаков. События. Самарская спортсменка на международном турнире в Испании заняла второе место. И это не единственная победа. Какие медали в каких видах спорта получили наши спортсмены, расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарская шпажистка на международном турнире в Испании заняла второе место. Самарский дзюдай стал первым на первенстве вооруженных сил. Самарская первая школа Олимпийского резерва выиграла баскетбольный кубок. Первая школа Олимпийского резерва выиграла первый баскетбольный кубок среди десятилетних спортсменов. Кроме Самарской команды за призы играли еще пять коллективов из Тольятти, Москвы и Волгограда. Стопроцентный победный результат показали чемпионы. Судьба второго и третьего места определилась только в заключительный день соревнований. В итоге серебро у волжанина из Волгограда, бронза у седьмой спортшколы Самары. Не подкачали баскетболистов и дзюдоисты. Артем Фоменко выиграл первенство вооруженных сил в супертяжелой весовой категории. Положили в медальную копилку свои награды и его коллеги по команде. Серебро и Ислам на Федзе, в бронзу Константин Шишков и Михаил Мочелов. Конкуренцию за места на пьедестале почета Самарской сборной составили более сотни борцов из Оренбурга, Ульяновска, Челябинска, Рязани, Саратова, Астрахани, Волгограда, Уфы, Ашкарлы, Ижевской и Москвы. Двойной успех празднует и самарская фехтовальщица Ирина Охотникова. Завоевала на международном турнире в Испании серебро и бронзу. Шпажистка в Бургосе заняла третье место в личном зачете и второе в командном. В финале сборная России уступила Италии с разницей всего лишь в один укол. Бой закончился при счете 33-32. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова